Ирина, такой вопрос. Я знаю, что вы открываете центр деконструкции личности. Он будет связан с людьми, которые больны алкоголизмом. Мой жизненный опыт показывает, что когда человек попадает в такую проблему, в алкогольную зависимость, когда у него действительно есть сложности с приемом алкоголя, страдают его родные и близкие. И зачастую эти родные и близкие проявляются в жизни тоже неадекватным образом. Это и агрессия, это и неадекватное поведение ввиду того, что у них в семье есть больной человек. И при этом этот больной человек не считает себя больным. Он стесняется пойти в какой-то центр. И те представления, которые есть в обществе, они сегодня ограничиваются тем, что он придет и его закодируют. Кодирование люди боятся. Вы открываете центр, который открывает совсем другие горизонты. Расскажите об этом. Расскажите об этом. Это очень актуально, я думаю, не только для Беларуси, но в Беларуси это будет. Ну, мне пока сложно как-то все конкретно объяснить, потому что он еще завершается, как бы дописывается эта программа, дописывается идея. Но смысл положен в том, то есть особенности нашей методологии, да, я сейчас буду говорить именно о методологии. Это взята идея из очень классного направления, которое называется психосинтез. Кстати, идею реконструкции личности я тоже взяла оттуда. Это автор Роберто Седжоли. И базовый постулат, которым мы работаем, он звучит так, что любая проблема, любая болезнь, которая есть у человека, это возможность адаптироваться в социуме. Это возможность адаптироваться в данной среде. Поэтому алкоголизм мы рассматриваем тоже как способ адаптироваться в этом мире. Почему плохо работают кодировки, там, разные подшивки и так далее. Люди действительно боятся. То есть если это способ адаптироваться и этот способ у человека забрать, то, в общем-то, он становится, опять-таки, задаптированным. Возвращается, активируется его травма. То есть если в структуре личности есть какие-то более-менее здоровые модели поведения, да, то человек как-то через какое-то время он встраивается, включает какие-то другие новые модели поведения. Вот. И более-менее он тогда адаптируется без приема алкоголя. Но вот часто это вызывает очень сильное внутреннее напряжение, потому что он не всегда осознанно понимает, что ему надо сделать. Так вот, мы обучаем человека, да. Первое. Мы не алкоголь у него забираем, а мы исцеляем или излечиваем те первопричины, которые привели его к употреблению алкоголя. Потому что алкоголизм – это уже вершина айсберга. Это, как я говорю, вишенка на тортике. Надо сам тортик убрать, тогда вишенку уложить некуда будет. Вот. Поэтому к тому, что он употребляет, есть определенные травмы, которые человек пережил непосредственно в своем, ну, в процессе своей жизни. Во внутриутробном периоде, в детстве, в более взрослом возрасте. И в подсознании собирается большая такая помойная яма, вот, в которой сидят куча шаблонов, куча претензий, обид, страхов и все остальное. Если оно не отреагировано, то человек не знает, как с этим багажом, в кавычках, да, дальше жить, куда его пристроить. То есть, как взаимодействовать с этим миром. Ведь алкоголь дает кучу выводов. Если у человека психоэмоциональное перенапряжение, он пришел, выпил, расслабился, и все ему хорошо, да. Создается иллюзия благополучия, да. То есть, есть реальность со своими негативными какими-то проявлениями. И ей создана при помощи химического вещества, алкоголь, наркотик, да, травка какая-то. То есть, создается иллюзия того, что у меня все благополучно. Человек расслабился, у него все здорово. Точно так же, если у него физическая нагрузка, да. Как вместо того, чтобы прийти и сделать какое-то упражнение на релаксацию, да, человек опять пришел, дрынкнул. Какую-то определенную дозу, да. Расслабили сосуды, вроде мышцы расслабили, создается впечатление, что все очень здорово, да. Только наутро как-то вот бедному телу 10 раз хуже, да, по сравнению с тем, с чего начинали, с чего стартовали. Все знают, что когда у нас есть праздники, да, вот, где вы видели праздник без выпивки, так вот, еще одна реализуется потребность. Просто когда сидят гости и просто поговорить на трезвую голову у нас никто не умеет, да. Поэтому нужно принять алкоголь для того, чтобы разжать какие-то внутренние эмоциональные напряжения, вот, и тогда люди начинают общаться. Но, опять же, алкоголь это не волшебное средство, которое убирает первопричину, которая есть у человека. Он просто создает иллюзию себя успешного, себя счастливого. Он создает иллюзию благополучия. Он создает иллюзию, что у меня много энергии. Он создает иллюзию жизни. То есть трезвый человек, у него нет чувства жизни, да, он выживает. А вот когда он выпил, алкоголь создает иллюзию счастья, удовольствия, всего прекрасного и так далее, да. И поэтому, ну, вот, забрать от него эту игрушку и ничего не дать взамен, ну, безусловно. Поэтому люди не выдерживают. Отсюда, давай, такой низкий процент, в общем-то, классических и психотерапии, и кодировок, и так далее. Вот, мы предлагаем достаточно серьезную работу с использованием современных психотехнологий. Вот, мы предлагаем совершенно другой подход с использованием современных психотехнологий, вот, всех современных наработок и в психотерапии, и там, и в психологии, и в духовных практиках, в медитативных практиках и так далее, да, телесно ориентированной психотерапии. То есть мы взяли самое лучшее для того, чтобы, ну, вот, наполнить, да, вот, ей скелет, это как методология, понимание, что мы делаем, зачем мы делаем, с четким обоснованием, да, с четким осознанным, вот, очень важный момент, это осознанность в процессе работы. Вот, и как пациента, так и в процессе работы терапевта, да, вот, четким осознанным, пошаговым проходом для того, чтобы перевести, ну, скажем, реконструировать структуру личности, да, из, вырастить вот эта центральная, зрелая часть хозяина в доме, да. Потому что, как правило, мы живем, есть такая поговорка, без царей в голове, да, так вот, огромное количество людей, не без царей в голове. Если бы люди знали, какое количество, как вирусов, программ сидит у нас в голове, то, в общем-то, люди бы просто ужаснулись. Потому что нам с самого раннего детства рассказывают, как нам быть, как тело должно выглядеть, как мы должны одеваться, что мы должны кушать и все остальное. Там своего «я», понимания своих потребностей, своей самости, априори нет. Априори нет. Ну, вот, в рамках программы мы попытаемся человека, не попытаемся, мы человека возвращаем к его сущности. Люди расчеловечились на сегодняшний день. Вот мы возвращаем человека к своей сути, к своей человечности. Будет ли вестись работа с окружением человека больного алкоголем? Или это только у дел зависимых? Ну, программа больше рассчитана непосредственно на людей, которые участвуют. Я предполагаю, что у окружения проблемы начнутся, да, после того, как человек себя восстановит. Потому что жить в том окружении, в котором он жил, и взаимодействовать с старым моделем поведения ему будет не очень интересно. Вот, возможно, возникнут конфликты у родственников, есть возможность обращаться и получать помощь. Кстати, это мы пока берем как для зависимых, как первый проект. Вот, потому что мы себе позиционируем как центр лечения зависимости. Ну, по большому счету, на реконструкцию может приходить любой, кому это интересно. Абсолютно для этого не надо иметь зависимость. Ну, просто когда уже люди в одной теме, то где-то можно давать материал, связанный непосредственно с темой алкоголя, вреда алкоголя и так далее. Хотя в реконструкции нуждается каждый. Вот на сегодняшний день я не побоюсь этого слова. Каждый. Ибо, как сказала Барахама в слову, да, у него есть там 15 критериев зрелой личности. Так вот, только 1% населения на земном шаре имеет здоровую конструкцию личности. Да, то есть он действительно зрелая личность. А все остальные нуждаются в той же степени реконструкции. Вот этим мы и занимаемся. Где специалистов празднуете? Специалистов, ну, дворость большая, да, поэтому мы уже кинули клич, то есть это врачи-психотерапевты, ибо не медицинский центр. Вот у нас лицензия на наркологию, лицензия на психотерапию. Мы предполагаем получение лицензии на психологию в следующем шаге. Потому что мне интересно и тестирование, и исследование, все батареи тестов, да, для того, чтобы действительно можно посмотреть, чтобы человек, то есть инструментально вот из такой, вот он превратился действительно именно в такого человека. Поэтому сейчас у нас висит объявление, ищем людей при всей Беларуси. То есть мы готовы приглашать специалистов, кому интересна работа, ибо работа действительно очень интересна, она очень необычная. Вот, используя разные техники, уже на сегодняшний день мы получили очень интересные результаты, вот, и меня это очень вдохновляет. И не только меня, сотрудников наших тоже. Спасибо.